Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней сессии, такой же предпоследней недели уходящего 2016 года. Снова мы на финансовых рынках, чтобы оценить ту фундаментальную ситуацию, которая на площадках сложилась за прошлую торговую сессию. Я думаю, что в целом нам нужно сейчас разделять оптимистичные настроения, потому что мы видим, как те посылы, предполагающие ослабление рисковых инструментов, потихоньку предваряются в жизнь, реализуются. У нас еще в планах добраться, собственно, до уровня поддержки 1.21 по хунту, повторить с указанной планкой 0.72. Мы оставим все-таки еще на ослабление цен на черное золото, по канадцу видим против доллара, за возможность закрепления выше отметки 1.35. И видим то, что рынок, похоже, нам благоволит. И в целом, если говорить отдельно по каждому из этих инструментов, я думаю, что вы прекрасно сами видели то, что до достижения этих целей остались в прямом смысле считанные пункты. И я надеюсь, что мы с вами сможем получить еще больше новогодний подарок под закрытие 2016 года благодаря сильному доллару, который, собственно, и будет касаться достижения тех профитных целей, которые мы с вами поставили. Ну а пока давайте следить за фундаментом, новостными событиями, стараться ничего не упускать из хавида и сохранять преемственность фундаментальной картины, которая, как и всегда, очень важна. Давайте начнем с рынка черного золота. Клод вчерашнего дня 54-53. В целом, ослабление было серьезным, существенным. Я очень искренне надеялся, что сегодня мы продолжим, собственно, валиться с тех уровней, на которых, в принципе, сессия была закрыта вчера. Ну, открытие с ГЭПом. По бренду мы сейчас наблюдаем снова котировки выше отметки 55 долларов за баррель, актуальный курс 55.21. Разбирая вчерашнюю торговую сессию, можно отметить то, что участники рынка очень активно реагировали на статистику по запасам нефти от администрации энергетической информации. И поскольку запасы, собственно, как мы с вами и ожидали, выросли, это оказало то давление, которое, собственно, мы и наблюдали на рынке углеводородов. По факту цифры плюс 2,2 миллиона за прошлую неделю против позапрошлой и снижение, которое мы наблюдали на 2,5 миллиона. Даже несмотря на статистику АПИМ, то есть от Американского института нефти, которое вышло во вторник, мы все равно питали надежды, что запасы уже от официалов могут показать другую динамику. И делали ставку на сокращение импорта, точнее на увеличение импорта и на недостаточную загрузку нефтепроизводственных мощностей в американской экономике. Может быть по этим причинам, может быть потому, что статисты США захотели порадовать тех трейдеров, которые верят в статистическую поддержку идеи ослабления нефти, но в результате актив скорректировался, логично отреагировав на тот релиз, который мы с вами наблюдали. Важно сделать вывод, который заключается в том, что рынок уже похоже настолько устал от темы, которая касается соглашения в рамках ближневосточного картеля и с прочими регионами, которые не входят в организацию по ограничению добычи, что слегка, как волн сейчас бросается в каждый статистический релиз, на который раньше из-за того новостного опыта, на который я обозначил, делалась меньшая ставка. И это хорошо, поскольку в целом статистика в большинстве случаев как раз способствует ослаблению нефти. И если повышенное внимание к этим релизам локальным сохранится, то тогда мы с вами будем и дальше, собственно, ждать следующий уже релиз в пятницу, завтра Бейкер Хьюз. Мы уверены, что мы снова увидим прирост количества терминалов, и, собственно, эта планка, которая сейчас достигнута 510 нефтяных станций, будет уже переписана на новую локальную максимуму. Ну, примерно 5-6 штук, наверное, точно. Исходя из высоких цен на нефть, в рамках сланцевого производства американские производители набрали за пару недель. И, разумеется, эта статистика будет сигнализировать о потенциале роста добычи нефти. Мы уже говорим о том, что производство находится на уровне практически 8 миллионов баррелей в сутки, и рост добычи будет логичным образом расти. Поэтому давайте смотреть за дальнейшей статистикой, давайте также питать, как и многие, скажем, трейдеры, настроения, связанные с пессимизмом по поводу реализации и выполнения соглашения ОПЕК. Статистику нам придется, конечно же, подождать еще по объему добычи в рамках всего ближнего восточного картеля. Ну, после юнварских праздников мы с вами вернемся к этим релизам. Я надеюсь, что сможем найти больших сигналов того, что бренд сейчас находится на локальных экстремах. В принципе, хотелось бы верить, ну, лично мне, поскольку я рассматриваю все-таки продажи этого актива, и думаю, что многие из вас также делают ставку на окоррекцию. Против нефти, конечно же, может выступить и сильный доллар, который сегодня, в частности, в ожидании целого блока сильнейших отчетов, по-другому не скажешь. В целом, первые три торговые сессии нас не баловали релизами, но сейчас основная статистика как раз сконцентрирована на четверг и пятницу. Ну, даже можно сказать, что по штатам сегодня она. Дождемся не с внимательства, что доллар получит поддержку. В случае роста американца давление на сырьевые, соответственно, активы снова увеличатся, и на нефти тоже. Жду все-таки с текущих 55 и 51 снижения. Как минимум, в район 54, цель максимум – это тестирование поддержки 53 доллара за баррель. В соответствии с таким коррекционным посылом ждем российскую валюту выше 62,5 против американца. Дальше идем. Доллар и иена. Вы вчера наверняка могли заметить то, что американец как будто бы оступился, позволив своему защитному оппоненту иене выбраться. Плюс, действительно, пара просела на несколько десятков пунктов и позволила вздохнуть, наверное, тем трейдерам, которые раньше уже поставили на то, что американец уже забрался слишком высоко, находится в зоне перекупленности, и пора бы его скорректировать. Но, в любом случае, настроение, наверное, у них также улучшилось. Я думаю, что та коррекционная динамика, которую мы наблюдали вчера, была связана в части с желанием трейдеров хотя бы частично зафиксировать тот результат длинных сделок, который уже удалось набрать за последние дни. И это желание связано с опасениями, которые касаются сегодняшнего крайне насыщенного на события дня. Да, мы говорим о том, что статистика, скорее всего, 95% будет отличной, но все-таки есть и 5% вероятности того, что она может и разочаровать. И как раз, чтобы не попасть в просаг, трейдеры, уже получившие хороший профит, понимают, что негатив может быть значительным, считают все-таки взять тот результат, который уже достигнут. Я хочу сразу же напомнить вам то, что американский регулятор в момент своего прошлого заседания сделал, на мой взгляд, весьма недвусмысленный намек на то, что сейчас уже ни один статистический отчет не может отвадить, собственно, ФРС от того вектора жесткой монетарной политики, которым он вооружился на предстоящий 2017 год. И можно сказать то, что эти комментарии можно воспринимать то, что даже слабая цифра уже не изменит планы по повышению процентной ставки и точно не сможет сломать тот, продолжающий набирать силу восстановительный тренд по паре полуяпонской иены, который сейчас реализуется и притворяется в жизнь. Коррекция незначительная может быть, но это точно не предпосылка для разворота, потому что USD, доллар, то есть доллар, японская иена, непременно у нас доберется до сопротивления 120 иен против американца, а может быть даже окажется еще выше. Некоторые инвестиционные банки ставят на то, что мы до конца первого квартального года 2017-го сможем идти даже выше 125. Ну да, конечно же, крутовато, но посмотрите, что происходит с парой вообще в последнее время. Для нее фигура 2 буквально за очень короткое время это расплюнет. Поэтому не вижу сейчас значимых уровней сопротивления, особенно на тех значениях, которые мы наблюдаем а сейчас. Единственное, что планка 120, до нее мы должны уже добраться. Но, как я уже отметил, есть все-таки вероятность и технического отката, который может составить даже не одну фигуру. И как раз, чтобы не столкнуться с этой просадкой, я рекомендовал вам для Американ-Консерватор держаться подальше от этой валютной пары сейчас. И если уж хочется совсем поторговать, то лучше, конечно же, покупать, выкупать пару на оснижение. Я думаю, что в идеале бы, если бы пара просела в район 116, вот оттуда тоже можно было бы поиграть на повышение. А пока это крайне рискованный трейдинг. Как и отмечал ранее, лучше сейчас рост доллара отыгрывать против других рисковых активов, которых на рынке, в принципе, очень много. И по которым мы еще не по всем зафиксировали на профиль. Из важных событий сегодня все релизы у нас уходят на 16.30 по московскому времени. Это личные доходы, личные расходы американских потребителей. Это заявки на пособие по возработице, заказы на талантливого пользования. И венчать вообще весь этот блок статистики будут годовые данные по ОООП. Если мы сегодня увидим прирост экономики в 3,3%, я думаю, что оптимизму не будет предела. И восходящая ралли с прежними амбициями будет опробожена. Риску придется отступать. Вот теперь плавно давайте перейдем на европейскую валюту против американцев. Котировки сейчас у нас 1.04.36. И здесь помимо потенциального роста американцев, да и в принципе того, который мы уже видим, есть еще несколько негативных сигналов, которые опять же основываются на расхождении спредоходности американских и немецких облигаций. Есть негативный сигнал от уже всем известного итальянского банка Монте де Аши. В частности, вы помните, две недели назад мы обсуждали, что банк старательно ищет доп. ликвидность, пытается протащить любую идею, чтобы создать интересы страны на своих инвесторов. Но попытки пока безрезультатны. Ликвидности очень мало, проблемы сохраняются. Банк, будучи одним из ведущих звеньев во всей итальянской банковской системе, вообще может создать новый, стать предпосылкой для нового финансового кризиса. Ликвидности сейчас около 10 миллиардов у банка. Буквально неделю назад говорили о том, что денег хватит даже при самом пессимистичном раскладе на год. Но вот вчера банк сообщил о том, что уже через 4 месяца, если не будет поддержки со стороны инвесторов, со стороны государства, со стороны Европейского центрального банка, ликвидность станет отрицательной. А через как раз год недостаток может превысить уже 1 миллиард евро, что в целом поставит этот банк на грань банковского. Хотя это может произойти даже еще раньше. И хотел также отметить, что вчера вышел отчет по уровню доверия потребителей. Это важный рейс европейский и важный, потому что статистика очень хорошая. Ну, во-первых, это показатель максимальный за последние несколько лет. То есть мы снизились с минус 6,1 до, точнее выросли, как будет правильно, до минус 5,1. Один из самых лучших показателей за последние 3 года. Особого позитива здесь, скажем, обозначать не стоит, потому что в основу той цифры, которую мы вчера наблюдали, все-таки ложатся настроения потребителей еще до того страшного теракта, который случился в Германии. И в основу этого показателя вложится более-менее, скажем, политический момент, который пока что оспущен на тормозах после итальянского референдума. То есть это позитив является своего рода локальным экстремумом, а не средней миллионной оценкой. То есть как такового улучшения настроения я считаю то, что нет. То есть спустя месяц, то есть в январе мы с вами в этом убедимся. Поэтому плохая статистика, она сохраняет свою актуальность для евро. Добавляем еще рост доллара и еще ряд тех факторов, аргументов, которые говорили уже неоднократно. Поэтому главный валютный риск у нас в приеме значения паритета. Что касается фунта против американца, здесь коррекция 1,2358. Уже до нашей цели 1,21 остается 250 пунктов. Но учитывая, что фунт легко проходит больше, чем фигуру за день, мы можем добраться до этого значения уже до конца этого года. То есть в идеале бы осталось потерпеть еще чуть больше недель. Ну вот по сути 6 полноценных торговых сессий. Австралийц против американца. Котировки 0,72, а сейчас 32. Минимальное значение 0,72,20. Также буквально совсем немного остается до нашей с вами цели 0,72. Я надеюсь, что в случае поддержки для долларов уже до конца сегодняшнего дня, а может быть даже уже в считанные ближайшие, если сможем коснуться этой поддержки, закрыть еще одну, собственно, пару, как то инвестиционное решение, которое мы с вами рассматривали закрыть с точки зрения реализации по профиту. Сегодня помимо американца, в качестве фундаментального, скажем, действующего персонажа на рынке можно отметить канадскую валюту. И здесь можно начать и закончить, в принципе, позитивом, потому что наша с вами цель 1,35. Купили пару на очень низких уровнях. Сейчас котировки по этому дату валютных активов составляют 1,3431. Локальный хай был на уровне 1,3444. Я надеюсь, что до конца сегодняшнего дня мы сможем с вами добраться до планки 1,35. И если не потенциал снижения нефти, если не рост доллара, то, по крайней мере, статистика канадского происхождения нам в этом должна помочь. Потому что у нас сегодня два релиза. Это рыночные продажи и индекс потребительских цен. В порядке интерес. Откройте, пожалуйста, календарь, посмотрите те цифры, которые прогнозирует рынок. Спад в обоих случаях. И это как раз тот спад, который мы с вами предвидели очень давно из-за очень скромных показателей экономического роста и каких-то мрачных комментариев со стороны руководства Банка Канад. Поэтому ставили изначально на девальвацию ослабления канадской валюты и на то, что пара USDCAD будет расти. Наша с вами до новогодняя цель – это 1,35. Как уже отметил, планируют добраться вместе с вами и теми, кто разъединился со мной в инвестиционный диет до конца сегодняшней торговой сессии. Американский фондовый рынок так и продолжает котироваться на довольно высоких уровнях. В частности, сейчас мы видим бенчмарку американской СНП на отметке 2,256 пунктов. Наша с вами цель – 2,300. А вот золото коснулось нашей цели – 1,130. Поскольку так активно идет реализация медвежьего потенциала, я думаю, что, может быть, еще поспекулировать, не останавливаться на той коррекции, которую мы уже извлекли и конвертировали в профит. И поставить уже железобетон на то, что золото у нас пойдет в планке 1100 долларов за тройскую лунку. Почему бы и нет? Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что можно их оставить на нашем канале на YouTube, либо на форуме Ammarkets. И не забывайте то, что до конца этого года вам доступен уникальный бонус 20,17, который действительно очень серьезно и значительно увеличивает покупательскую способность ваших депозитов. Бонус дается на пополнение и актуален, собственно, до конца декабря месяца. На этом все. Огромное всем спасибо, кто присутствовал в прямом эфире. Желаю вам прибыльных сделок, попутного тренда наших инвестиционных идей. Мы увидимся, соответственно, завтра в прямом эфире через Facebook в 9.30 по Московскому времени. Всего доброго. До свидания.